Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Редактор субтитров А.Семкин Коррюсов и Морфий. А в центре вся эта история демоническая женщина Нина Петровская. Речь пойдет о довольно странной и прямо-таки душераздирающей истории любви. Почему вся эта история странная? Потому что в самом начале XX века в моду входят символизм и декадентство. Его последователи и пророки в тумане жизни искали и находили знаки, указания. За каждым поступком должен быть скрытый смысл. Жизненные переживания были только как бы отголоском чего-то сложно выразимого, происходившего в высших сферах, а может, и не обязательно в высших. Чтобы быть своим в то время, нужно было понимать этот сложный тайный язык намеков, переживаний, экзальтированности. Символисты прямо охотились за переживаниями. А что может дать больше переживаний, чем любовь? Но обычная земная любовь кажется слишком простой для символистов. Вот, например, Ходосевич пишет. Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неистекаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным, и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости. Страстью, отчаянием, ликованием, безумием, пороком, грехом, ненавистью и так далее. Поэтому все и всегда были влюблены. Если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены. Малейшую искольку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. При этом хорошо бы любить не просто так, а во имя какой-нибудь идеи. Или на худой конец любить не земное воплощение, а саму внутреннюю суть человека. Не Андрея Белого, а поэта с большой буквы. Если в твою любовь начинает проникать борщ, то модная общественность тебя исторгнет из своего круга. Поэт должен являться перед любимой не иначе, как в блеске своего символического сияния. Но вот у нас прошло 120 лет, и теперь это все довольно сложно расшифровывать. Чтобы немножко погрузиться в тему, процитирую вам письмо Андрея Белого, которое он пишет своей возлюбленной Нине Петровской. Вообще, чем больше спадает повязка с глаз, тем ближе видишь, что первоначальная картина множества сущностей, идей, которые так пестрит и тешит взор впервые проснувшегося к жизни из жизни, тоже обманчива. Все узнанное еще недавно как сущность оказывается только более тонко прикрытым отношением явлений. Такой образ характеризует мои слова. Да, относительность явлений имеет складки, ложится складками. Начало складок и есть та первоначальная относительность, которая скоро всем становится явной. Тогда линия углубления складок начинает казаться сущностями. Такова сущность отчаяния, черта, хаоса, ужаса, бреда, безумия, души мира, ангелов. Но и это оказывается только покровами, случайно приблизившимися к сущности, благодаря именно не прямой, а складчатой линии относительного. Тут и начинается искание сокровенного в сокровенном. Напоминаю, это любовное письмо к женщине. Даже иногда кажется, что можно понять, о чем речь, да? Но нет. Мне, честно говоря, самому сложно говорить о символистах. Я уверен, что есть историки символизма, которые знают все эти символы, знаки, подоплеки, философию, исчитывают действительный смысл, который за всем этим стоит. И они скажут про меня после этого эпизода. Андрей, ну ты чего? Ведь складки относительности явлений — это же понятие из Владимира Соловьева, например. Или «Проснувшись к жизни из жизни» — это же образ из Блаватской, означает он то-то и то-то. Короче, мне сложно, я привык к панк-року, как вы понимаете. Поэтому заранее прошу меня простить. Буду рассказывать про суровые жизненные обстоятельства этого четырехугольника. Сперва в двух словах опишу трех наших героев, потому что четвертому герою был посвящен специальный эпизод из прошлого сезона. Начну с Брюсова. Брюсов — это вообще родоначальник русского символизма. Он изучал его и начал писать символистские стихи, когда это еще не было модно. Десять лет он в безвестности, постоянной критике, толкает вперед с упорством машину русского символизма, учится, редактирует, работает в журналах. Когда, наконец, символизм входит в моду, наконец-то, Брюсов автоматически становится мэтром. Но его начинают критиковать уже и сами символисты, потому что его жизнь не вполне отвечает требованиям символизма к жизни поэта. Поэт с большой буквы. Брюсов потому что мещанин. Он из купеческой среды, он привык к уюту. У Брюсова есть жена, она тоже мещанка, она дочь литейного мастера. И жена Брюсова умела создавать уют, спокойную, рабочую атмосферу в доме. Она знала, что, несмотря на все свои увлечения, влюбленности, Валера вернется домой, к ее борщу. Потому что все символистские музы, возвышенные дамы нужны поэту для вдохновения. Тут мы все понимаем. Но Валера предпочитает для работы в журнале спокойную, сосредоточенную домашнюю атмосферу. Желательно с борщом. Муза, как известно, не умеет в борщи. Язвительная Зинаида Гиппиус, например, называла ее за это вечной женой. «Так она тихо покоилась на уверенности, что уж как там не будь, а это уж незыблемо, они и Брюсов вместе. Миры могут рушиться, но Брюсов останется в конце концов с ней». Да, так и было. Помимо этого всего Брюсов трудоголик. Добился всего неустанным самосовершенствованием. Он пишет статьи, стихи, выпускает сборники, журналы, занимается критикой, помогает молодым советам. И обычный совет Брюсова такой. «Ой, неплохо, но надо еще очень-очень много трудиться и работать, чтобы вышло что-нибудь получше». Короче, возвышенным символистским поэтам может казаться, что Брюсов как бы не совсем настоящий символист, не настоящий поэт. Он как бы подделывается под символиста. Однако, несмотря ни на что, Брюсов — мэтр. Он общепризнанный вождь. Он всего верлено разобрал по буквам, когда вы все еще в школу ходили. И в этом смысле всем до Брюсова просто как до Юпитера. И к тому же Брюсов издает самый передовой, самый важный, самый чисто символистский журнал весы. Короче, Брюсов — это фигура. Вот вам еще цитата о Брюсове от того же Ходосевича. «Он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял, разъединял, мирил, ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал себя капитаном некоего литературного корабля и делал свое дело с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толгало его и сознание ответственности за судьбу судна». Кстати, у Брюсова еще были деньги, он не бедствовал. Он получил наследство от деда, ему была выделена часть капитала. Короче, среда, из которой он вышел, дала ему жизненную устойчивость. Короче, не похож на поэта, который сидит на парнасе, не ест, не пьет, только общается с музами. И, кстати, стихи его за то же самое критиковались. Типа, чересчур, технологично, чересчур с головы. Так, окей, перейдем теперь к белому. Белый — это в некотором смысле противоположность Брюсова. К тому моменту, как Брюсов закончил университет, белый только гимназию закончил. Белый с юности знаком с философом Владимиром Соловьевым, который крупнейший христианский мистик. Читал Шопенгауэра, уже больше похоже на поэта, правда? Он учился на историко-филологическом факультете и пришел к заключению, что точные науки не объясняют мир как целое, а подлинная жизнь раскрывается не через научное познание, а через творческую деятельность, которая, цитата, «недоступна анализу интегрально и всемогущественно». В 1905 году он уже прекратил посещать занятия, в 1906 году подал прошение об отчислении, стал заниматься исключительно литературной работой. Он пишет стихи, издается в символистских издательствах, знакомится с Гиппиус, с Мережковским, с Брюсовым, с Блоком. И Андрей Белый любил влюбляться, любил влюблять, любил, чтобы все вокруг были влюблены в него, но при этом, воспринимая себя поэтом Спарнаса в белых одеждах, он не мог, понимаете, позволить себе запятнать себя земной любовью. Женщины волновали его довольно сильно, но при этом борщей он старался избегать всеми возможными способами. Вот что про него пишут. Цитирую. «Тактика у него была всегда одна и та же. Он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающим всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. С другой стороны, всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным, изопятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в самую последнюю минуту перед падением ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, и тут он уже негодовал вдвое, из-за того, что его соблазнили, из-за того, что его все-таки не до конца соблазнили. Да, сложно любить поэта-символиста, но все-таки так прекрасно, так прекрасно. Короче, Андрей Белый, как вы понимаете, настоящий символистский поэт, во всем блеске своего сияния, недоступный и от этого, знаете, еще более такой сладостный, я бы сказал. И, кстати, Белый работает у Брюсова в журнале «Весы», в самом модном журнале. О том еще, как Брюсов общался с молодыми поэтами. Помните, я вам говорил, что он их не щадил? Вот Белый вспоминает. «Помню, как читал у него стихи в первый раз. В первый раз он меня слушал. Не оставил ни одной строчки без строгой критики. Мне казалось, что бездарнее меня нет поэта. Я был в отчаянии, но критика его запала глубоко. Как я благодарен был ему впоследствии». Так, ну хорошо. Пришло время поговорить о роковой женщине, центральной героине сегодняшней истории. О Нине Петровской. Сначала пару цитат про нее. «Маленькая, тоненькая, с синим бледным лицом, с неправильными, грубоватыми, припухлыми чертами, с огромными черными глазами, целым морем черных волос, распространявшая вокруг себя резкий дурман духов. Она была эффектна и обращала на себя внимание. Было в ней что-то от африканской женщины. А вот Ходосевич так характеризует Нину. Нину Петровскую я знал 26 лет. Видел добрый, злой, податливый, упрямый, трусливый и смелый, послушный, свалевольный, правдивый и лживый. Но одно было неизменно. И в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи, всегда, во всем она хотела доходить до конца, до предела, до полноты. И от других требовала того же. Все или ничего могло быть ее девизом. Это ее изгубило. Но это в ней не само собой зародилось. Это было привито эпохой. Нина родилась в семье чиновника, окончила зубоврачебные курсы. Вообще, надо сказать, то время давала не очень много возможностей для женщины, чтобы развиться. Был самый доступный, очевидный, хорошо выйти замуж, устроить свою жизнь. А другие варианты, в общем-то, считались маргинальными. Конечно, были и женщины-хирурги, и женщины-поэтессы, и даже женщины-главы женских батальонов. Но в целом это все довольно необычно. Но Нина из нового поколения. Она увлечена модным символизмом. Она сама пытается писать стихи. И она наизусть знает Борюсова и других апологетов этого символизма. В 1903 году ей 23 года. Она приносит свои стихи в издательство «Гриф», которым тогда руководил такой посредственный поэт, но прекрасный организатор, знаток поэзии Соколов. Печатался он под псевдонимом Кречетов. А издательство у него называлось «Гриф», я напомню. Такая птичья тематика. Этот издатель влюбляется в молодую поэтессу и вводит ее в круг самых современных и модных поэтов. Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого. Этим, конечно, очаровывают недавнюю гимназистку. Она становится прямо в центре самого модного и возвышенного, что только в мире есть. В общем, они женятся, но брак этот символистский, крепко не держится. И Нина прямо плоть от плоти того времени. Она экзальтированная, нервная, чувствительная. И она умеет быть очаровательной и понимает толк в символизме. Что важнее всего? Осенью 1903 вокруг Андрея Белого организуется литературный кружок. Он получил название «Оргонавты», и Нина входит в этот кружок. Постепенно она становится такой символистской светской львицей, хозяйкой моднейшего салона. Вообще, в 1903 год символизм – это самый топ в Российской империи, самое модное веяние. Она, Нина Петровская, очаровывает поэты, а поэты очаровываются ею. Вот в это время, в 1903 году, Андрей Белый, он поэт, мистик, он еще очень молод, он блондин, голубые глаза, он невероятно обаятелен, все им восхищаются. Вспоминает, что в его присутствии все как будто мгновенно менялось, озарялось светом. И вот Нина Петровская, конечно, тоже попадает под обхие восхищения. И Андрей Белый, не открадывая дел в долгий ящик, предлагает ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться невозможно, потому что, во-первых, самолюбие, знаменитый поэт, на которого все заглядываются, предлагает тебе любовь. Во-вторых, не быть же провинциалкой, пора было начать переживать, погрузиться, наконец-то, в эту пучину эмоций, как и положено всем продвинутым людям. Но, напоминаю, просто так любить нельзя. Нина обязана любить Андрея Белого не просто как мужчину, а как поэта с большой буквы во имя его мистического призвания. Он себя заставил поверить в это призвание. Нина тоже должна поверить в это призвание. Белый носит, например, большой черный крест, четки на черной веревке. Нина тоже начинает носить такие четки и крест. Нина вспоминает, как это все происходило. Цитирую. Помню я один вечер, угли дотлевали в печке, лицо Андрея Белого тоскующе пламенело в полутьме. Он говорил, «Скоро, скоро наступят строгие, пышные дни». «А где же? А как же?» – спросила я полушепотом. Представлялись белые холодные залы, белые одежды, белые цветы, белыми слезами истекающие непорочные свечи, и мы, слиянные в таинстве служения новому Христу. Новый Христос, как вы понимаете, это сам Андрей Белый. Короче, Нина уже все, готова отдать себе без остатка. Поэту, но тут Белый производит свой обычный маневр. В самый ответственный момент он бежит, цитирую, «чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых рис». Петровская, в общем-то, не до конца понимает, что произошло, хотя символистка должна понимать, но похоже, что нет. Она готова отказаться от земной любви ради этой возвышенной горней любви. Она, например, пишет Белому в письмах. «Вы — странное существо, живущее вне жизненных законов. Моя любовь к вам прошла великий искус, великое страдание. Верьте, я могу отречься от всей ее здешней яркости легко и радостно, но только бы быть с вами, опять почувствовать вашу жизнь рядом со своей. О, слишком много горя! Разве можно жить всегда в такой напряженной, безысходной тоске?» Нормальный человек, не поэт, мог бы, например, изменить, мог бы просто разлюбить. Но Белый не разлюбил, он бежал от соблазна. Тут еще к Нине начинают ходить всякие друзья Белого, давят ей на мозг. Как она осмелилась осквернить пророка, что ее любовь превратит Андрея Белого в любителя борщей, того ли мы ждем от одного из самых великих поэтов современности. Нина, помните, она еще без того довольно истеричная особа. Она тут оскорблена, она брошена, она чувствует себя опозоренной. Про вот этих друзей я не шучу, прямо вот есть цитаты, что ей говорили. «Вы отбиваете рыцарей у жены». Жена с большой буквы. «Вы играете очень темную роль. Вас инспирирует зверь, выходящий из бездны». Зверь тоже с большой буквы. «Отбиваете рыцарей у жены». Понимаете, что значит? Типа Андрей Белый рыцарь, у него есть жена с большой буквы «ж». Небесная, возвышенная любовь. Не знаю, Дева Мария или Муза. А тут вот Нина Петровская отбивает поэта у Девы Марии. Ну, как-то так. Короче, очень сложно, да? В общем, как вы видите, переживания просто кипят. Как многие брошенные женщины, Нина захотела одновременно и отомстить ему, и вернуть его назад. Поскольку вся у нас история символическая, то от символизма и тут никуда не деться. Тут на сцену выходит Валерий Брюсов и предлагает Нине союз против Андрея Белого. До этого всего Брюсов ее не замечал принципиально. Когда же Нина оказалась роковой женщиной, которую, знаете, инспирирует зверь с большой буквы «з», выходящий из бездны, тут уже можно заинтересоваться женщиной. Брюсов в то время, кстати, занимается оккультизмом, спиритизмом, черной магией. Причем Брюсов, он не увлеченный мистик, как Белый. Он холодный, такой разумный ученый. Он изучает средневековые манускрипты, читает их на латыни, между прочим. Вообще, он очень хорошо знает средневековую историю, поэзию, литературу. Когда Петровская спросила его, верит ли он в существование иных миров, то Брюсов с гневом ей ответил, не верю, а знаю. Кстати говоря, читая средневековую литературу, Брюсов очень хорошо изучил, что ведьмами в то время считались как раз истерические женщины. Ну и сами истерические женщины тоже считали себя ведьмами. В общем, тут все так удачно совпадает. Роковая женщина, которая чуть не осквернила поэта. К тому же истеричка. Тут еще увлечение самого Брюсова черной магией. Дополнительные эмоции и переживания, которые дает любовь. В общем, все удачно совпадает. Можно влюбиться. Для начала Брюсов предлагает есть союз против Андрея Белого. У нас так символически получается, что есть поэт, весь такой в белом. Это Андрей Белый. Есть Ева, как бы Нина Петровская. А есть змей-искуситель Брюсов. Вообще, Нина до этого чуть не боготворила Брюсова. Она знала наизусть несколько его сборников стихов. Она вспоминала, как еще до знакомства с символистами, будучи юной девушкой, когда кто-то брал с ее книжной полки Брюсова, она чувствовала ревность. Но, в общем, ситуация сейчас сложная, потому что Нина вообще не может забыть Белого. Она постоянно говорит о нем Брюсову. Она, как вы помните, хочет отомстить Белову, связавшись с Брюсовым. Она вряд ли всерьез думала, что мистические опыты и черные магии помогут Белого ей вернуть. Но на самом деле союз с Брюсовым она считала, как настоящий союз с демоном. И этот союз, конечно, быстро перешел в любовную связь. Брюсов ее полюбил. А она вначале искала в нем утешение, утоление гордости и мщение. Еще одна черта, характеризующая Брюсова и о том, как поэты-символисты выплавляли свои эмоции в творчество. Как настоящий трудоголик Брюсов стал писать в это время свой знаменитый роман, который называется «Огненный ангел», в котором он пересказывает историю этого любовного треугольника, этой любви между ним, Ниной и Белым. Действие в этом романе происходит в Средневековье, которое Брюсов знает прекрасно. Нина в нем выведена как Рената, женщина, в душе которой борются светлые и темные силы. Она одержима. Она хочет найти своего огненного ангела, графа Генриха, в замке которого она когда-то жила. И Генрих, граф, это, собственно, Андрей Белый. А сам Брюсов — это рыцарь Рупрехт, который беззаветно влюблен в Ренату. Он хочет помочь ей найти графа, прибегая для этого к помощи темных сил, и, в конце концов, влюбленный Рупрехт вызывает на дуэль графа Генриха, то есть Белого. Это происходит в романе. А вот в жизни между Белым и Брюсовым происходит настоящая дуэль. То есть не настоящая, а тоже символическая. Они пишут друг про друга стихи. Вот, например, что происходило. Ходосевич вспоминает, как у него в начале 1906-го были гости. Нина с Брюсовым пришли раньше всех. И Брюсов попросил разрешения удалиться в спальню, чтобы дописать начатые стихи. Через некоторое время он вышел оттуда, попросил что-нибудь выпить. Нина однесла ему бутылку в коньяка. Через какое-то время, когда все уже гости собрались, Ходосевич заглянул в свою спальню и видит, что Нина и Брюсов сидят на полу и плачут. Бутылка допита, стихи закончены. И вечером Ходосевич попросил Брюсова прочитать новый стих. Вообще Ходосевич тогда был не до конца в курсе всей этой истории, между ними тремя. Дальше цитирую воспоминания. Брюсов, в ответ на просьбу прочитать свой стих, сказал, обращаясь к Андрею Белому. Борис Николаевич. Андрея Белого зовут на самом деле Борис. Я прочту подражание вам. И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому преданию Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории другое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клейкочущим голосом. «Похоже на вас, Борис Николаевич!» Вопрос был двусмысленный. Он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса, не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой «Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!» и начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его. «Тем хуже для вас!» Андрей Белый все больше и больше начинает воспринимать Брюсова как черного мага, который медиумически на расстоянии на него воздействует. Временами в его квартире гаснет свет, раздаются стуки, шорохи, иногда даже выстрелы. Сам Белый пишет. «С Брюсовым устанавливаются холодные, жуткие отношения. Кроме того, я чувствую, что какая-то дверь, доселе отделявшая меня от преисподней, распахнулась. Точно между мной и адом образовался коридор, и вот по коридору кто-то бежит, настигая меня. Чувствую этот бегущий враг. Меня осенило. Враг Брюсов». А Брюсову, в свою очередь, снится, что они сражаются с Белым на шпагах. И когда он просыпается, он чувствует в груди боль от удара шпаги. Как вы видите, все начинают потихонечку сходить с ума. И Белый, и Брюсов, и Нина Петровская больше всех. Помните, у нее было много задатков для этого. В 1907 году все это только накаляется. Весной в этом году в малой аудитории Политехнического музея Брюсов читает лекцию. По завершении лекции в большой тесноте к нему протискивается Нина Петровская, выхватывает револьвер, целится Брюсову в лоб. По одним воспоминаниям револьвер дал осечку. По другим Брюсов отвел руку Нины, и она выстрелила в потолок. Револьвер у нее отобрали. Андрей Белый со свойственным ему эгоизмом, бывший на этом вечере, решил, что это покушение было на него. И он описывает его так. Нине пришла фантазия в меня выстрелить, но, убежденная моей лекцией, она вдруг обернула гнев на Брюсова, выхватила револьвер. Короче, я предупреждал, что история эта очень странная. Очень странная. Летом в 1907 году выходит роман Валерия Брюсова «Огненный ангел». Надо отметить, что в этой книге Брюсов, конечно, описывает взаимоотношения внутри треугольника не просто со своей страны, а еще в улучшенной версии. И не просто в улучшенной версии, а делает этот роман как магический акт, который способен перевернуть реальность. Надо понимать, что для символистов слово вещественно. И Брюсов, и Белый, и в особенности Нина, не просто описаны в этом романе, это их как бы параллельная вселенная, которая существует на самом деле. Это чрезвычайно талантливое и сильное произведение, и оно перекраивает законы их треугольника. Как в романе Рената признается в конце концов в любви к Рупрехту, так и в жизни Нина перестает бредить белым и, наконец, влюбляется в Брюсова без остатка. Роман перевернул жизнь. Спустя мега лет, когда Нина перейдет в католичество, она примет даже имя Рената. Для самого Брюсова Нина тоже становится не одной из череды любовниц, которых у него было много, а чем-то большим. В конце концов, он выковал эту победу в мистической борьбе, и любовь к ней, наверное, остается с Брюсовым навсегда. Но тогда, в 1907 году, после победы над противником, после унижения Белого, после того, как книга закончена, Брюсов начинает охладевать к Нине. В книге сюжет закончился раньше, чем он произошел на самом деле. Брюсов придумал развязку, приписал конец под истории Ренаты, но в книге Рената умерла, а Нина Петровская нет. И Брюсов начинает тяготиться с затянувшимся сюжетом. Он стал отдаляться от Нины, стал заводить новые любовные истории и постарался делать их менее трагическими, чтобы уже ему к виску пистолет не приставляли. Он стал больше уделять времени разным литературным делам, всевозможным заседаниям. Напомню, он трудоголик, он главный редактор журнала. Кстати, не забываем, что у него еще уютный дом был с женой и с борщом в этом доме. Кстати говоря, эта, конечно, история сильно повлияла на всех. Брюсов до этого вел дневник и записывал в нем очень подробно все, что происходило в его жизни. Но вот в 1905-1907 год в дневнике не записано ничего. У них происходила драма параллельно в Средневековье и в жизни. Нине тяжелее всего. Она только отпустила Белого. Она только приняла роль Ренаты. Ради того, чтобы завоевать ее, написали роман и перекроили реальность. А теперь перед ней встала угроза после Белого утратить еще и Брюсова. Она пробует удержать Брюсова классическим способом, возбуждая его ревность, заводит мимолетных любовников. Но этих новых любовников она презирает. Ну, конечно, после Брюсова и Белого. Еще бы. Как всегда, такой метод не срабатывает. Брюсов охладевает с каждым новым любовником Нины. Иногда он пользуется этими изменами, чтобы попытаться порвать с ней до конца. Нина живет в полном отчаянии. Она то любит Брюсова, то ненавидит. По двое суток по воспоминаниям, без пищи и сна она лежит на диване, накрыв голову черным платком и плачет. Иногда на нее находят приступы ярости. Она ломает мебель, бьет предметы, бросая их, подобно ядрам, из баллисты, как сказано в «Огненном ангеле» при описании подобной сцены. Она, чтобы забыться, прибегает к картам, потом к вину, но все тщетно. Наконец, весной 1908 года, она попробовала Морфий. И тут неосознанно она отомстила Брюсову, потому что она впервые дала попробовать Морфий и ему, и Брюсов быстро пристрастился. И в конце концов Морфий высушил его дочисто. Предводитель и лидер мнений, поэт, принесший символизм в Россию, редактор трех журналов, организатор, критик, деятель постепенно потерял все, кроме своего пристрастия. Он пытался слезть, но не мог. В 911 году доктору Кайранскому удалось на время отвлечь его от Морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло. Морфий сделался ему полностью необходим. Ходосевич вспоминает, что в 1917 году во время одного из разговоров он заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Потом он встает, недолго выходит в соседнюю комнату и вернулся помолодевшим и полным сил. А позже Ходосевич обнаруживает в ящике его стола шприц и обрыва газеты с кровяными пятнами. А уже в эмиграции Жорж Дюамель, французский поэт и врач, вспоминает так, цитирую, мне вспоминается поэт Валерий Брюсов, приехавший к нам с другого конца Европы. Он как-то пригласил меня и несколько друзей к себе. В полночь мы собрались уходить. Брюсов схватил меня за руку и прошептал, «Останьтесь». Войдя в спальню, он открыл какой-то ящик и вытащил пустой шприц. Его голос внезапно изменился. Он рыдал. «У меня нет морфия, а ночь только начинается. Дюамель, вы врач, спасите меня, дайте мне рецепт». Я глядел на него с ужасом. И вдруг он, обычно такой гордый, сказал, «Напишите рецепт, или я стану на колени и буду валяться у вас в ногах». Так символисты, которые стремились во всем, и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи дойти до конца, до предела, дошли до этого конца и нашли свой предел. Осенью 1909 года Нина, по-видимому, получила передозировку, чуть не умерла. Она несколько оправилась и было решено, что ей надо уехать за границу. Сама она называла это ссылкой. 9 ноября 1911 года Брюсов и Ходосевич провожают ее на вокзал. Она уезжает еще больная. Ее сопровождает врач. Она уезжала навсегда и знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Кто нас двух душой враждебных сблизить к общей цели мог? Кто заклятием слоб волшебных нас воззвал от двух дорог? Кто над пропастью опасной дал нам взор во взор взглянуть? Кто связал нас мукой страстной? Кто нас бросил грудь на грудь? Мы не ждали, мы не знали, что вдвоем обречены. Были чужды наши дали, были разные наши сны. Долго с трепетом испуга, уклонив глаза свои, отрекались друг от друга мы пред ликом судьи. Он же мудрый, он же строгий, осудил не облича. Нас смутил глухой тревога и смех внезапный палача. В диком вихре кто мы, что мы, листья взвитые с земли, сны восторга и эстомы нас как уголья прожгли. Здесь, упав в бессильной дрожи, в блеске молний и в грозе, где же мы на страстном ложе или на смертном колесе. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok